Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и скоро начинается пора долгожданных праздников. Открывает сезон праздничных дней Рожа Шана, за которым следует важнейший день года Йом Кикой. В эти дни весь мир будто проходит перед Всевышним, который оценивает его поступки и его мысли. Он взвешивает их во всем многообразии и взаимосвязи, после чего для каждого подводится итог года и обозначается линия нашей жизни в наступающем году. В эти особые дни для каждого из нас, дни, необходимо оглянуться и проанализировать свои поступки и деяния за уходящий год. А традиционный и обязательный в эти дни шафар призывает открыть свои сердца и оказывает необычайно сильное воздействие на нашу душу. Шафар, в который заповеданно трубить в Рожа Шана делают из полого рога, дикого или домашнего животного. Слово шафар, дорогие друзья, является однокоренным со словом шфоферет, то есть трубка. Шафар упоминается в Танахе 72 раза и делится на три вида трубления. Ткия – это долгий протяжный звук, который начинается на нижней ноте и переходит к верхней ноте с нарастанием звучности. Ткия символизирует призыв к пробуждению совести и к возвращению к Творцу. Финальное трубление, дорогие друзья, называется Ткия к доля – большое трубление, и оно длится дольше на верхней ноте. Следующее – Туа. Это серия не меньше девяти отрывистых звуков на нижней ноте, оканчивается на верхней. Эти короткие и резкие звуки передают грусть и тоску, дорогие друзья. Потом идут шваги – быстрое чередование нижней и верхней ноты. Три коротких звука, напоминающие вздох, как знак осознания своих ошибок. Слушать звуки шафара – это великая митсва, ведь его звук олицетворяет обращение нашего народа к Творцу. Они поразительно точно передают душевное состояние обращающегося ко Всевышнему человеку, издавая то плачь, то вздохи, то призывая к пробуждению души и возвращению ко Всевышнему. Слово Ткия обозначает непрерывное протяжное трубление, которое несет в себе оттенок радости, тогда как слово Тгуа, обозначающее короткое, прерывистое трубление, намекает на кризис, тревогу, плач и выражает ощущение, когда человек сломлен от мыслей о собственных грехах. В отличие от звука Тгуа, выражающего скорбь и надломленность, Ткия намекает на радость, дорогие друзья, веселье и стабильность, как написано в Торе, Бамидбар 10.1.7, что Всевышний заповедовался нам Израиля в пустыне, если им понадобится устроить общенародное собрание, то пусть трубят в трубы сплошным протяжным звуком Ткия, так как он выражает радость и чувство очности. А если они должны будут выйти на войну или оставить обжитый стан и перейти на новое место, то пусть трубят в трубы прерывистым звуком Тгуа. Ибо прерывистое трубление выражает печаль и плач о том, что закончилось, но не было доведено до совершенства, а также тревогу, вызванную неизвестностью перед началом нового этапа. Итак, в Рошашана, когда жизненная сила завершившегося года ушла безвозвратно, а новая жизненная сила, дорогие друзья, наступающего года еще не спустилась в наш мир, нас переполняет скорбь по ушедшему году и великий страх перед предстоящим судом, на котором против нас выступит Всевышний, как обвинитель. И мы не знаем, кто будет жить, а кто умрет, кто удостоится здоровья и благополучия, а на чью долю, не дай Бог, выпадут страдания. И Всевышний в знак своей особой милости к нам, дорогие друзья, заповедал нам трубить в шафа, чтобы смягчить суровый приговор. Ведь исполняя эту заповедь, мы тем самым принимаем его царство и суд, благодаря чему пробуждаемся в раскаянии. И суд смягчается, дорогие друзья. Поэтому, хотя само трубление не занимает много времени в праздничной молитве, оно выражает особый характер всего дня суда, который в честь этой заповеди называется также днем трубления, йом труа, то есть днем печали и раскаяния, страха и трепетий. Когда человек чувствует, что у него нет заслуг, что он недостоин прощения, в нем пробуждается частица души, напрямую и нераздельно связывающая со Всевышним. В этом, дорогие друзья, и заключается глубокий смысл трубления в шафа и всего праздника Рожа-Шана. Именно на это и намекает заповедь трубления в шафа. С одной стороны, звуки шафара вселяют в того, кто их слышит, страх и трепет, а с другой стороны, пробуждает его к раскаянию и возвращению к истокам, к тому добру, что заложено изначально в его душе. Хотя обязанность, дорогие друзья, трубить в шафар, в Рожа-Шана сформулирована Торой без объяснений, как постановление, но в словах Торы содержится предупреждение. Спящие, пробудитесь ото сна, дремлющие, дремлющие, очнитесь, обдумайте свои дела, раскаетесь, вспомните о Творце. Творце рассказывает притчу о человеке, блуждающем по лесу, населенном дикими зверями. В руках у него лук и стрелы для защиты от хищников. Вначале он стреляет, как только заметил что-либо подозрительное. Но через некоторое время, дорогие друзья, он обнаружил, что в колчане у него осталась всего лишь одна стрела. С тех пор он перестал стрелять и стал беречь ее, как зеницу ока. Ведь не исключено, что она еще спасет ему жизнь. Что здесь имеется в виду, дорогие друзья? Ведь когда-то у нас было множество путей к служению и к спасению. Храм, жертвенник, жертвоприношение и первосвящение. Множество средств искупить наши грехи. Мы были уверены, что устоим во время любой бури, отразим любую угрозу. Теперь же у нас не осталось ничего, кроме шафара, сказал магет из Дубни. Этого я нам всем и желаю. Пробудиться и вернуться к Творцу. Ктива вахатима тува. Слушайте звуки шафара. Браха вас лаха. Будьте здоровы. Шаба шалом. Ваш Равин. Готово. Готово.